Друзья, доброе воскресное утро! Подготовили к отгрузке на следующую неделю 2 единицы. Это у нас Беларусь 1221, Тропик, мощность 136 л.с. Дополнительно установлен ходоуменьшитель на трактор и кондиционер. Внешний вид трактора. Все трактора 2020 года. Второй трактор у нас Беларусь 82.1. Минская сборка. В этом сезоне очень популярны совместные навески, когда одновременно на тракторе установлен и фронтальный погрузчик, и отвал. В этот раз совместная навеска на базе оборудования Сальс-Сельмаш, Ростовская область. Погрузчик самый бюджетный на 800 кг, КУ-08. Крепление рабочих органов осуществляется на пальцах. Ковр стандартный, 0,8 метра кубических. Отвал гидроповоротный с двумя гидроцилиндрами. Один гидроцилиндр на подъем, один на поворот. Обычный коммунальный отвал с резинкой снизу. В задней части трактора установили щеточное оборудование того же производителя. Щетка МК-4. Колеса 4х8. Данная щетка может выходить в исполнение системы увлажнения с баком. При возможности можно любую щетку данного производителя укомплектовать, купив дополнительно кронштейны, бак, форсунки и установить на щетку, если летом это будет необходимо. У нас всегда на площадке есть трактора класса Беларусь. Собираем самые сложные комплектации машин, если это необходимо. Часто пишите в комментариях, как одновременно работать совместной навеской вместе с отвалом. Удобство этой комплектации в том, что, чтобы работать полноценно по грузчикам, нужно лопату отстегивать. В противном случае ковш не будет опускаться до земли. И потом, за достаточно короткий промежуток времени, можно отвал обратно повесить на навеску. Лесовоз. Предприятие называется РМЗ, находится в городе Великие Луки. На сегодняшний день выпускаются два вида прицепов, грузоподъемностью 9 и 12. Также предприятие выпускает гидроманипуляторы собственного производства. Для клиента мы привезли прицеп на 9 тонн. Сейчас выполняется небольшая доработка системы гидравлики данного прицепа. Прицеп может оснащаться четырьмя или пятью видами стоек. У нас на образце четыре вида стоек. Предназначен для перевозки сортовой древесины с длиной до 6 метров. Показывает производителя. У РМЗ допустимая масса груза 9 тонн. Достаточно качественно выполнен. Так, резина 16,5-70-18. Так, марка КФ-97. Гидроманипулятор. Гидроманипулятор устанавливаю изготовлен из высокопрочных стали. В том числе используется сталь Хардекс 450. Завод выпускает два вида гидроманипуляторов с максимальным вылетом 7,6 метров. Грузоподъемность, соответственно, может быть на 4-метровом вылете 1400 или 1450 килограммов. Но в максимальном вылете грузоподъемность от 800 до 900 килограммов. В зависимости от марки манипулятора. Числовые индексы манипуляторов бывают 50С, 60С. Производство еще раз напоминаю РМЗ. Ротатор, который устанавливается на гидроманипуляторе. Грузоподъемность 3 тонны. Внешний вид. Масса манипулятора 825 или 790 килограммов. Рабочее давление 180 бар. Угол поворота колонны 400 градусов. Данный прицеп будет агрегатироваться с трактором «Беларусь» 82.1. Клиенту мы уже трактор отгрузили. В лесной защите. В передней части установлен толкатель для работы в лесу. Когда доснастим гидравликой, снимем подробный обзор. Подключим к трактору. Покажем, как работает гидроманипулятор. На этом пока все. Всем хорошего дня. До новых эфиров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok